Друзья, ну а мы в зоне матч-дэк и первая наша остановка стенд-мир. Давайте посмотрим, чем они развлекают наших болельщиков. Мы сейчас в зоне мира, буду пытаться подержать вот этот прекрасный мяч. Чем дольше продержу, тем больше шансов выиграть. А что выиграть? Этот футбольный мяч с подписью легенд. Друзья, ну и так как мы являемся абонентами мегафона, нам дали вот такой вот волшебный жетон, и мы сейчас пойдем и разыграем его в том замечательном автомате. Ну что ж, попытаем удачу. Но, к сожалению, ни Мишка, ни мяч к ней не выпали. Пойдемте дальше. Привет, это стенд Почты России. Здесь ты можешь отправить открытку куда угодно себе, родным или близким. Хочу отправить открытку. Я уже отправлял в Казани. Хочу отправить отсюда дядя. Я уже заполнил вот такую замечательную открытку своему дяде в город Садко, Челябинская область, и сейчас мы ее отправим. Девчонки, привет! У вас вот я вижу написано на футболках футбольные мамы. Чьих футболистов вы мамы? Мы мамы юных футболистов. У нас дети играют в футбол. В разных клубах. И мы сами тоже играем в футбол. И все из Санкт-Петербурга? Да. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Спасибо. Вы желаете вперед! Сильвей, это самое главное, что здесь происходит. В принципе. Новый беспонсор, Алексей Дмитриевич. Традиционная рубрика «Инсайды» от Севастьяна Терлецкого. Севастьян, первый вопрос. Как вам мороженое в стадионе в Санкт-Петербурге? Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Люди настроены на хорошее, все будет хорошо, дай бог. Вы обещали подготовить какие-то «Инсайды» про сборную России? Да. Настолько все хорошо, что «Инсайдов» нет. Привет. Привет. Уже четвертый матч, я рисую себе аквагрим в зоне «Газпромбанка», и вот по итогам буду выбирать, какой лучший, пока лидирует «Казань». Давайте попробуем. Ну и давайте, может быть, какой-нибудь авторский штришок. Спасибо большое. Ну, вот такой вот я, красавчик. Как мастер комедийного жанра, скажите, пожалуйста, над этой сборной хочется смеяться? Хочется иногда плакать, это точно, но смеяться пока не очень хотелось. И это хорошо. Мне кажется, все-таки сборная – это не коллектив комедийный, она не должна вызывать смех, она должна вызывать уважение, прежде всего. И уважение оно вызывает. И болельщик со стажем, я здесь послушал ваш эфир. Состав в какого года, похоже, больше всего вот эта команда, команда Карпина? По составу иногда бывает, он вызывает вопросы. Игроки, не то чтобы каждый из них звезда и так далее. Но я при всем уважении, но просто так и есть. И было похоже, когда в восьмом году наша команда, там не было, ну, то есть там были, конечно, звезды, я не спорю. Я к Андрею Сергеевичу вообще и к Игорю тоже. Но я имею в виду, что, ну, коллектив вот в таком виде, он возник из ниоткуда, как бы. Ну, вот он такой возник. И что не хватает этой сборной, чтобы сравнивать ее с тем составом? Побед. Хороших, важных, очень побед. Поэтому ждем сегодня победу, ждем победу на выезде над Хорватией и уверенного выхода. Туда, куда мы очень хотим попасть. Друзья, гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Я за Россию, конечно. За Россию, конечно. Уже 1-0 в нашу пользу. Как думаешь, закончим? Думаю, 2-0. А кто еще забьет? Не знаю, в Мостовой, может быть? Но особое чувство всегда, всегда хотелось играть именно за сборную в Петербурге. Это было, по-моему, всего лишь 2 или 3 раза. Совсем по-другому, потому что понятно, что здесь больше болельщиков «Зенита». Они больше болеют за тех, кто играет за «Зенит». Какие перспективы у этой сборной? Ну, хорошо, что, видите, так удачно наши разыграли классную комбинацию, забили гол. Потом немножко успокоились. Мне кажется, поняли, что соперник все равно ниже классом. Но это привело к тому, что стали ошибаться в простых ситуациях. И это позволило киприотам нагнетать опасность у наших ворот. И в концовке тайма они нас простили. Ну, а что касаемо и Хорватии, это будет совсем другая игра. Я думаю, что даже совсем другой состав. Ну, и трудно предсказать, как все будет. Я просто верю, что наши смогут отстоять выход на чемпионат мира. Какой бы параллель провел между матчем сборной и стендап-выступлением? Как минимум, это уровень ответственности. Понятно, что уровень здесь больше, но ощущение ответственности перед публикой. И то, что очень сильно все зависит от твоего настроения в данный момент. Если у меня хорошее настроение, выступление в разы лучше проходит. Просто люди это чувствуют. И в игре, когда у всей команды есть настрой, есть хорошее настроение, это точно помогает с результатом. Если бы я набирал в футбольную сборную стендаперов России, кто бы в нее вошел? Так, ну, точно Роман Косицын, потому что он просто играет и любит. Ваня Абрамов, ну, он просто любит футбол. Я думаю, он вряд ли играет. Сергей Дитков, он занимался, он очень любит футбол. Там у него про это есть монологи. Я, да, я в воротах стоял в детстве, во дворе. Потому что я самый пухленький. Нет, прикинь, даже не пухленький, насколько у меня не было авторитета во дворе. Просто ты в воротах. Да, и слушай, молодой начинающий комик Георгий Промян. Ну, 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 бас! Гол! Гол! Последние два матча были, ваши комментарии, достаточно скептическими. Что сейчас скажете? Шикарная игра 3-0. Просто раскатываем комбинации. Потрясающий гол в Силе Рональдиньо. А поднимет это настроение нам перед Хорватией? Или нужно как можно скорее забыть? У нас настроение и так боевое. Я думаю, все понимают, куда они едут и какие цели перед ними стоят. Прогнозы дело неблагодарное, но все же... На счет прогноза я всегда говорю, нужно смотреть прогноз погоды. А там уже дальше посмотрим и сберемся. С нами счастливчик, который выиграл билеты в ВИП-ложу. Как тебя зовут? Артур. Артур, как тебе удалось получить этот заветный билет в ВИП-ложу? Я сам в шоке. Сидел сегодня на парах в колледже, вижу пост, пишу сообщение. И вечером час до матча, до выезда приходит сообщение. Что нужно было сделать? Написать сообщение. ГООО! Хорошо, расскажи, пожалуйста, твои первые эмоции, когда ты увидел, еще поверил, что будешь смотреть с легендами? Понял, с кем вообще будешь смотреть? Я пришел домой, поел, сразу же приходит сообщение. Я смотрю на часы и просто начинаю визжать Тут главное просто атмосфера Ее не передать никак С кем из легенд больше всего хотел встретиться сегодня? Рошарина Удалось? Да Ну поздравляем тебя, мужик Принес победу сегодня нашей команде, я считаю Спасибо большое Вперед, Россия Что ж, добавим немного красоты в наш репортаж Игрок женского локомотива Из сборной России Ирина Подшебякина Я знаю, что ты дебютировала не так давно в качестве комментатора Когда мы уже тебя услышим на матче мужской национальной сборной? Не знаю, это уже вопросы к матчу и к матчу премьер А ты хочешь? Наверное, ответственность намного выше, поэтому я пока не готова Но ты практикуешь вообще? Улучшаешь свои навыки? Да, после каждого эфира делаю работу над ошибками С преподавателем? Вот Надеюсь, что когда-нибудь с моим преподавателем Виктор Михайлович Гусев тебе помогает исправлять ошибки Отлично Что бы ты сказала нашим парням перед матчем с Хорватией? Как сказал один великий человек Верьте в себя Это была минута красоты с Ириной Подшебякиной 5-0 до окончания матча Остается совсем немного времени Что ж, 90-ая минута закончилась Наши ведут 6-0 Скорее всего, так и закончится матч Болельщики в восторге Давайте узнаем у них, что они чувствуют прямо сейчас Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, как вам матч? Огонь! Красно! Огонь! Огонь! Мы за Россию! Молодцы мальчишки! 6-0! Вот он настоящий сектор активной поддержки Комментировать, какие матчи легче Которые заканчиваются так вот 6-0 Или в которых есть какая-то упорная такая борьба А интереснее комментировать матчи, в которых что-то происходит Вот в первом тайме сегодня практически ничего не происходило И наша сборная играла плохо Я думаю, сейчас Валерий Карпин этим выскажется Он обычно достаточно откровенно говорит А во втором тайме и событий на поле было много И получалось много, и мячей было много Поэтому в втором тайме комментировать было легко Я думаю, что в матче с командой уровня сборной Кипра Которая, честно говоря, команда не очень высокого уровня Это нормально Хотя вот Григорьев Кастанос Меня неприятно удивил тем Ну, кстати, у него права на него Ювентусу принадлежат Он прям такой ловкий парень И пару раз как-то очень неприятно наших обыгрывал Но в целом, конечно, команда у них Состав у них скромный очень Понятно, что Кипр слабая команда И как бы, ну, немножко на тренировку было похоже Но Ерохин, наверное, Ерохина бы выделил вот так вот То есть, если бы вы сейчас давали MVP этого матча Вы бы отдали его Ерохину? Да, несомненно Я вам скажу, что вы попали в точку со всеми болельщиками Которые голосовали сегодня с нашим партнером НИР Они тоже проголосовали за Ерохину Поэтому, мне кажется, абсолютно заслуженная награда Согласен, согласен Скажи, как поддерживала Россию? Просто махал флагом А любимый игрок в сборной? Дюба Дюба? Ждешь его возвращения? Да Я в таком впечатлении, вы даже не представляете Потому что мы сами из Омска И мы ради этого матча ехали сюда И это вообще моя мечта была дальнейшая Давнишняя мечта Сходить на матч в сборной, на официальную игру И тут приезжаем, тут 6-0 Такая арена большая, 65 тысяч, но это здорово Какова красота, вам повезло У нас, на самом деле, сегодня не так много мы забиваем при Карпине пока Это вот первая крупная победа такая Кто больше всего запомнился? Конечно же, Заболотный Заболотный? Ну, конечно, это же легенда футбола Абсолютно никто не... Ну, еще, конечно, Смол и Феди, это тоже прям... А это твой первый матч сборной? Да, да, это мечта была С дебютом, с дебютом поздравляюсь Стадион опустел, но эмоции от первой крупной победы При Валерии Георгиевича Карпине остынут еще не скоро Но останавливаться нельзя Впереди, как сказали бы знатоки, что, где, когда Финал года Верим в наших парней